Джон Смитли, президент Sony Online в одном из интервью сделал интересное наблюдение насчет нынешнего состояния индустрии онлайн игр, где, как известно, есть World of Warcraft и все остальное. Смитли отнес практически все современные онлайн игры к так называемому второму поколению, которое началось с Эверквеста и было доведено до идеала World of Warcraft. Поэтому, когда сегодня кто-то создает очередную онлайн игру, он обречен столкнуться с главной проблемой. Людям просто не нужен еще один WoW, только похуже. Смитли считает, что исправить эту ситуацию смогут лишь онлайн игры третьего поколения. Основная черта этих игр – максимальная свобода для игроков и упор на контент, создаваемый игроками самостоятельно. Одной из таких игр Смитли, конечно же, считает секретный проект собственной компании EverQuest Next. К сожалению, подтверждать свои слова фактами Смитли не торопится, а верить ему безоговорочно я бы не посоветовал. Придуманные Смитли следующего поколения очень легко описать одним термином – песочница. Игра с максимально открытым миром и свободой творить что душе угодно. Этих игр не так уж и мало, хотя и не очень много. Самое интересное, что третье поколение, судя по всему, это хорошо забытое первое. Сейчас мы вспомним пять таких игр и вы сами убедитесь, что первую онлайн игру третьего поколения создали еще в 1997 году. Ultima Online – это легенда, с которой, собственно, и началась современная история онлайн игр. Время ее разработки пришлось на середину 90-х, когда компьютерные романтики вовсю грезли альтернативными виртуальными мирами, которые давали бы им максимум свободы и новых возможностей. Такое и получилось у Ultima Online. В те времена опыта создания онлайн-игры ни у кого не было. Так что за счет разнообразных технических просчетов, свободы в Ultima поначалу было даже больше, чем планировали разработчики. Игровой процесс Ultima Online сегодня принято называть хардкором. Персонажа можно развивать как угодно, фиксированных классов нет, мир открыт, иди куда угодно, пока не убьют. Нападать можно на кого угодно и где угодно. После смерти с персонажа падают абсолютно все вещи, и он остается голым. Развлекались в Ultima по полной программе. Можно было заманить босса в портал, ведущий в город, и устроить массовый геноцид. Или взять какого-нибудь неосторожного новичка в рабство. Для этого достаточно было поставить месте, где часто бывают малыши, портал в какой-нибудь укромной локации, например, запертый дом. Выбраться отсюда самостоятельно игрок уже не мог, и ради свободы ему приходилось несколько часов работать на того, кто его поймал. Ultima Online жива до сих пор, радуя горстку верных фанатов. Но, к сожалению, история развития этого проекта – это история постоянного ущемления той фантастической свободы, что была в самом начале. Во всяком случае, рабства в игре уже точно нет. Вышедшая в 2003 году Evo Online – космическая онлайн-песочница с безумно высоким порогом хождения. Проще говоря, она запросто напугает любого новичка. Здесь нестандартные правила боя, очень сложная механика оснащения кораблей модулями и непривычная прокачка. Каждое умение пилота учится определенное количество реального времени. Так что, теоретически, вы всегда будете слабее игрока, который начал год назад. Evo Online работает как точные швейцарские часы, радуя почти полмиллиона поклонников. Отчасти благодаря разработчикам, сумевшим тонко настроить столь непривычный механизм. Но в основном благодаря фанатизму игроков, на которых и держится вся жизнь игры. За пределами относительно безопасного центра галактики, отданного на отпуск новичкам, торговцам и немногим любителям достаточно скучного ПВЕ, царит настоящая анархия. В секторах с низкой и нулевой безопасностью процветает пиратство, создаются и рушатся альянсы корпораций, идет постоянная война за территорией. Масштабы возможностей Evo поражают. В боях нередко сталкиваются флоты из тысяч кораблей, ведомых живыми игроками. В игре довольно сложная политика, процветают шпионаж и предательство. При всей своей сложности Evo Online очень дружлюбна тем, кто в ней разберется. Здесь найдется занятие для любого пилота с любым количеством свободного времени. Хотите, летайте на масштабные сражения за системы, регулярно вставая в 5 утра. Хотите, отыгрывайте одинокого охотника, путешествующего по опасным секторам в поисках добычи. Хотите, добывайте ресурсы, торгуйте и следуйте таинственно-тервоточные или просто болтайте в чате. Star Wars Galaxies. Проект, ставший одним из символов уходящей первой эпохи MMORPG. Основанная на знаменитой вселенной Звездных войн, Galaxies уже налагала на игрока некоторые серьезные ограничения. Например, здесь было вполне привычное деление на две противоборствующие страны. Но и количество возможностей в Galaxies просто поражало. Выборы с 32 профессий, которые можно было комбинировать в самых немыслимых сочетаниях, множество планет для освоения, открытые PvP, возможность путешествовать в космосе, объединяться в гильдии и вместе строить целые города. Разработчики напрямую работали с сообществом игры. В Galaxies, например, было такое уникальное явление, как события, срежиссированные игроками. Группа пользователей объединялась и придумывала сценарий какого-то события. Затем сценарий отправлялся игровым мастерам, которые помогали реализовывать задуманное, и размещали в нужных местах монстров и NPC, и запускали несложные задания. Но, к сожалению, Galaxies не выдержала испытания главной онлайн-игрой десятилетия. После выхода World of Warcraft многие игроки ушли. Руководство сделало правильный вывод, что нужно что-то срочно делать. Но совершенно неправильно решило ввести в игровой процесс побольше всего как WoW. Всю свободу, которая была в игре, пустили под нож. После этого игру покинули даже самые преданные фанаты. В конце 2011 года Galaxies закрыли, и сегодня поиграть в нее можно разве что на пиратских серверах. В 2009 году маленькая греческая компания Аминчурины выпустила свою Ultima Online, проект Darkfall Online. Игра действительно очень сильно напоминала Ultima, средневековый сеттинг, полная свобода в развитии персонажа, возможность убивать кого угодно и почти где угодно, строительство домов, замков и борьба за территории. К сожалению, ошибок было примерно столько же, сколько в Ultima Online, то есть непозволительно много для 2009 года. Маленькой команде просто не хватило опыта, чтобы совладать с полноценной MMORPG. Серверы постоянно падали, многие игроки использовали ошибки игры, чтобы быстрее прокачать персонажа, и пока Авентурина латали одни дыры, появлялись другие. Результат предсказуем, многие игроки не выдержали и просто ушли. Ушли даже самые упертые фанаты, которые действительно увидели в игре дух Ultima. Сейчас Авентурина заканчивает своеобразную работу над ошибками в Dark Hall Unholy Wars. Игра должна будет выйти в этом году. Ну и напоследок ArcheAge. Она вышла в Корее 16 января этого года. На сегодняшний момент это самая продвинутая песочница из всех, что мы когда-либо видели. У разработчиков очень интересное понимание термина свобода. На самом деле даже шире, чем во многих других аналогичных играх. Тут есть все, что требует современные стандарты. Линейки заданий, подземелья и босс. Есть также две фракции, которые противостоят друг другу, разделяя игроков на условно добрых и злых. Но только в ArcheAge эти элементы не стали границами, за пределы которых нельзя выйти. Вы всегда можете слышать преступления, награвив или убив дружественных игроков. Начнете чрезмерные темуликации, и сначала вас будет ждать тюрьма, а затем третья пиратская фракция. И это еще не все. Здесь можно будет даже создать свою собственную фракцию. Перечислять возможности, которые доступны игроку в ArcheAge, можно довольно долго. Здесь есть караваны игроков, перевозящих ресурсы, а также те, кто эти караваны предпочитает грабить. Здесь есть огромные морские просторы, на которых сражаются скабер кораблей. Здесь нашлось место искателям сокровищ, мирным ремесленникам и даже отшельникам, для которых специально создано множество укромных островов. Здесь можно построить дом, вырастить сад и жениться. Незабытые политики, целый огромный северный крышмент предназначен для войны между планами, которые будут строить и защищать свои замки. Элементы игры первого поколения есть во многих современных проектах. Например, у игроков Neverwinter будет возможность сделать собственные приключения, пройти которые сможет любой игрок. В Wizardry Online смерть героя фатальна, уже не отделаешься минутной пробежкой от кладбища до трупа. Придется создавать нового персонажа. Очевидно, что онлайн игры чем дальше, тем меньше походят на рельсовые аттракционы. Разработчики многих современных проектов стараются вернуть игрокам ту свободу и тот ощутимый уровень сложности, с которых все когда-то начиналось. И это здорово. Субтитры создавал DimaTorzok